...дней, которые он провёл в камере для осуждённых к пожизненному лишению свободы, поломанную жизнь, подорванное здоровье, вот что получил житель Житомира за стремление милиции и областной прокуратуры по-быстрому отчитаться в раскрытии резонансного преступления. Итак, Игорь Бесслёзный, единственный в Украине человек, который смог освободиться из пожизненного заключения, доказав свою невиновность. Игорь, вот эти несколько месяцев, которые вы провели в камере для пожизненно осуждённого, с чем это можно сравнить? Заживо закопать в гроб, понимаете, открыть дырочку и говорить, как тебе там, хорошо? Это очень трудно, очень трудно. И мне жалко, допустим, тех людей, которые сейчас там сидят. А если они виновные? А если они убили 50 человек, вам тоже их жаль? Да я не имею права судить, кто кого чего убил и сколько убил. И так же и вы не имеете права судить. А имеют права судить родственники, которых убили? С нашим законодательством, с нашими судьями, понимаете, там сидит очень много людей, очень много людей невиновных. Или даже не настолько виновных, чтобы давать им пожизненное, понимаете? А скажите, пожалуйста, у следствия были какие-то веские основания действительно обвинять вас в убийстве? Ну, вот пусть Виктор Иванович объяснит. У следствия было одно доказательство, свидетель, который якобы Игоря опознал. Никаких других доказательств не было. Людмила, вы же были причастны тоже к разбирательству этого дела? Да, я была причастна. 8 лет тому назад, 1 сентября, был убит человек, чьи родители в настоящий момент являются моими клиентами. 8 лет родители безутешные пребывают в горе. Отец получил инсульт после всего этого. Они по этическим соображениям не могли приехать в студию. И я пользуюсь тем, что сегодня нахожусь в студии, обращаясь к правоохранительным органам города Житомира, к прокуратуре города Житомира. И я надеюсь, что данное дело будет расследовано до конца, и в этом деле будет поставлена точка. Подождите, Людмила, то есть вы хотите сказать, что после того, как Игорь был оправдан, правоохранители не начали искать все-таки настоящего убийства? Почему? Я все-таки надеюсь, что они ищут на протяжении. Но дело в том, что прошло 8 лет, и они никого и не нашли. Слушайте, но это правда, что все это дело, все эти обвинения были построены на свидетельских показаниях лишь одного человека? Нет, это не совсем правда. Там были другие доказательства, насколько помнит мой коллега. Давайте, Виктор, а какие были доказательства еще, Людмила? Простите, пожалуйста. Какие были еще доказательства? Значит, ни одного другого доказательства не было. Более того, этим свидетелем была няня, которая была засекречена. Она выступала в деле под псевдонимом, и она работала в доме семьи погибшего. И эта няня указала на Игоря, так? И именно няня указала на Игоря, но мы не знали об этом. Она была под псевдонимом. И именно когда приговор был отменен о пожизненном заключении, именно при новом рассмотрении отец погибшего дал в суде показания, что этот свидетель это няня, и дело набрало другой поворот. Значит, почему все-таки это няня? Действительно, по делу была няня, которая работала в доме у убитого. И она утверждала с самого начала, что в тот день, 1 сентября 2005 года, когда она в очередной раз шла на работу, она проходила мимо места совершения преступления и была свидетелем того, как осужденный человек стрелял в потерпевшего. И она все время описывала подсудимого по делу. Описывала его рост, вес, все данные по делу. Игорь, прошу, вас вызвали лично вообще? До такой степени засекречено, понимаете, что ей оперативники показали фотографию черно-белую. В машине. В машине. Вашего. Да, вы видите мой шрам? Да. Вы вообще видите, да? Да. Вот. Понимаете, первоначальные показания были скрыты. Когда уже меня взяли, привели, за стеклом показали ей, все, тогда уже написала там шрам, прочее, прочее. Первоначальные показания до сих пор в деле нет. Смотрите, рост какой у меня? Метр шестьдесят пять? Нет. Ни шрама не видела, ничего, понимаете? Да, круглолицый, плотный, короткая стрижка. Так подождите, а вы лично ее знали или она вас знала? Да я еще до сих пор ее в глаза не видел, если честно вам сказать. Так почему же тогда она указала на вас? У меня была судимость. Так вы так и расскажите. Так вы так и расскажите. За убийство. За убийство? Да. Расскажите подробнее эту историю. Кого вы убили? А я не хочу ее рассказывать. Почему? Да расскажи. Ну а что это? Почему? Ну зачем? Это моя личная история. Я там был виновен. Я отбыл срок. Расскажите, Виктор Иванович. Я знаю эту историю со слов его, Игоря, жены. Его жена развелась с предыдущим мужем. Он не давал им спокойно жить. Он преследовал их. Они уезжали в Москву. Он приезжал в Москву и там с детьми, с ребенком проблема. То есть была семейная бытовая такая драма. Они вернулись снова в Украину. Он терроризировал эту женщину, унижал ее. И в одном из конфликтов, в одной, ну, драка возникла. И этот человек подгиб от действий Игоря. То есть Игорь фактически защищал семью и защищал свою жену. Так, так. От человека, который преследовал и не давал жизни. За это он получил 8 лет. 5, по-моему, из них отсидел или больше? 6. 6. Жена его дождалась. После этого он вышел. У них родился ребенок. После этого... Жена написала помилование. Прошение помилования. Еще 3 года Игорь побыл и стал удобной кандидатурой для повторного обвинения в заказном убийстве. То есть, в принципе, в этом смысле вы были таким очень удобным клиентом для правоохранительства. Подходящая фигура. Вы мне сами сказали, ты оказался ни в то время, ни в тот час. Помните? Я хорошо помню, но у меня вот такой вопрос к бесслезному. Скажите, пожалуйста, в какой стадии процесса вы, как утверждаете, находились в камере пожизненников? Что вы имеете в виду? Как суд первой инстанции, когда приговор не вступил в законную силу, мог вас туда перевести? О чем вы рассказываете сейчас? Да вы что? Не, ну когда это было? У меня такой нет информации. Это следственный изолятор. У вас такой информации нету? Когда это было? В какой стадии? Иван Иванович ко мне приходил. Спросите, куда он приходил? После приговора. После приговора суда первой инстанции? Да. Без того, как приговор вступил в законную силу? Без того. Наручники одели. А, и вас сразу припроводили? И сняли уже в камере их. Ну, этого не может быть, потому что закон это не предусматривает. Нет, подождите, но если человек сидел. То есть, подождите, получается еще интереснее эта история. Получается, что человека посадили пожизненно на основании фактически одного свидетельского показания. И при этом, даже не дождавшись касаться и обжалования приговора суда первой инстанции, прямо в наручниках из зала суда, припроводили в эту самую камеру размером? Два с половиной на полтора. Два с половиной на полтора метра. Что в этой камере есть? Туалет, убывальник и две койки. Да, над другой. А где вы находились, когда вас обвинили пожизненно? Я был в Абухове, я был в Белой Церкви, я развозил товар по точкам. У меня был свой бизнес. То есть, у вас было алиби? Ну, да, я был в то время вообще в другой области. Скажите, а вот это алиби, оно было подтверждено? Тех людей не пустили на первое судебное разбирательство. Почему? Это кажется, что это так просто. Назви, где ты был, алиби и тебя оправдают. Я беру доказательства, что он был на заправке. После заправки поехал в магазин. Я собираю эти доказательства. Прошел месяц или два, или три. Человек уже плохо помнит. Он где-то чуть-чуть неправильно даст. Не в силу того, что он хочет врать. А он уже в некоторые моменты забыл. Правоохранительные органы, у них больше возможностей собирать доказательства. Они это алиби разрушили. И на основании разрушения алиби посадили человека, не имея доказательств. Игорь, это правда, что после случившегося вы стали собирать все чеки из магазинов, с автозаправочных станций, для того, чтобы всегда иметь некое алиби и оправдание того, что вы были в конкретном месте? Алиби я себе не собираю, потому что я не занимаюсь плохими делами. Но чеки собираю. А вы привезли их с собой? Это привычка у меня стала такая. Сколько их сейчас, этих чеков уже? Ну, есть немножко. Вы можете показать? Пожалуйста. У него и тогда было. Мы могли и по пути алиби идти, но в той ситуации, что это был очень рискованный путь. И вы так постоянно будете теперь собирать чеки? Ну, это у меня привычка такая выработалась, понимаете? Это часть просто из них. Это говорит Украина. И сегодня у нас в студии Игорь Бесслезный, единственный пока в новейшей истории Украины, человек, получивший пожизненное заключение, но сумевший доказать свою невиновность и вышедший на свободу. Внимание на экран. Много лет за отмену несправедливого закона борется семья Владимира Панасенко, которого также приговорили к пожизненному заключению. Сегодня к нам в студию на программу приехала дочь Владимира. Встречайте, пожалуйста, Татьяну Панасенко. Добрый вечер. Итак, Татьяна, расскажите, пожалуйста, за какое преступление ваш отец осужден? 26 жовтня 2006 року у місті Львові був підірваний вибуховим пристроєм автомобіль директора Ринко Шувар Романа Федишина. В результате чого він отримав легкие тілесні ушкодження, але, на жаль, тяжкие тілесні ушкодження отримала випадкова перехожа, 14-річна дівчинка Марічка Коценда. Вона отримала тяжкие тілесні ушкодження, в результаті чого вона загибла. І ось мого батька звинуватили в тому, що він був замовником замаху на життя директора цього ринку Романа Федишина. Він стал заказчиком преступлений, в якому погибла невинна жертва, а цель цього, значит, преступлений остался жив. Внимание на екран. Ваш отец признал свою вину? Ні, він ніколи її не признавав, не визнає і жодного разу. А на чому строїлося обвинення? Що йому пред'явили? Ну, в першу чергу, потерпілий оголосив мільйон винагороди за розкриття цього злочину. Угу. В психіатричній лікарні, відділенні наркології, був затриманий так званий посередник злочину, Рудий Олександр. Іменно он указав на вашого отця? Так. Перші покази він, як на замовника, дає на потерпілого Федишина. Він говорить, що потерпілий замовив цей замах для підняття свого політичного рейтингу серед своїх опонентів. Вже через день він подає наступну явку з повинною на іншого замовника. Потім через два дні він подає заяву. Уже третью. Так. В якій він говорить, що цей другий, він не один, що ще з ним був вже у мій батько Панасенко. Ага. Після цього вже знову проходить ще один день. Він же подає нову заяву, в якій вже залишається лише мій батько. І так, сам Роман Федишин, кстати, жертва преступления, твірдо уверен, що його заказав якраз Владимир Панасенко на одному із судебних засідань. У мене поправьте, якщо я зрозуміюся, він даже попросив винести Владимиру самый строгий приговор, самый жовсткий приговор, що, собственно, і було зроблено судом. Директор ринка ні на минуту не сомневався, що його заказав бывший заміститель. У них були плохі відношення, що ли? Мій батько жодним чином не міг впливати на будь-яку стратегію чи розвитку ринку, чи кадрову політику, чи це якийсь розподіл прибутків. Він жодним чином не міг цього робити. Він був звичайним адміністратором. Моя мама була співзасновником ринку. Кожен має співзасновник якісь відсотки. Федишин має 51 відсоток. Моя мама має 8 відсотків. І є ще інші співзасновники. Здесь же ще і ваша мама, жена Владимира. Як ви думаєте, почему так все произошло? Я не можу. Я не можу комментировати. Вас запугаливаєте, боїтесь говорити о том, що... Вы понимаєте, я живу с Федишином в одному під'їзді. Я живу на п'ятому этажі, він живет на третьому этажі. Ми постоянно должны пересекатися. Я його, правда, не вижу никогда. Буває так, що я вихожу, його охрана стоїть. Вам угрожали? Нет, нет. Мені не угрожали. Мені угрожали, ще коли були судові засідання, там були такі моменти. А зараз мені ніхто не угрожає. Ви боїтесь, що сказав щось важливе, ви можете тільки наврядити мужу? Да, я нічого вже не боюсь. Татьяна, може би ви скажете? Так, я хочу просто пояснити одну ситуацію. Коли відбулося затримання нашого батька, були зібрані збори учасників товариства. І вони проголосували за те, що будь-яка інформація, яка буде відходити від неї, це буде розцінюватися як приниження ділової репутації товариства. І таким чином вона може бути виключена з числа учасників товариства. А чому Федишин-то дійсно був уверений, що заказав його ваш отец? Ну, бачите, якщо б він зараз був тут, він б міг людям пояснити, чому. Але надалі... Ну, давайте зараз попробуємо Роману Федишину тогда дозвонитися. Ага. Чот не берет трубку. Он знає, що ви йому дзвоните. Ну, ми його не предупреждали. Он це чувствує. І сюди, кстати, повинен був приїхати адвокат. За час до начала ток-шоу, видите, відказався. І вообще, тепер він недоступен. Жалко, звісно, що до Романа Степановича нам не вдалося дозвонитися, тому що, звісно, хотілося б узнати, чому така уверенность, що іменно пан Панасенко є заказчиком його вбийства. Коли відбувається перше судове засідання, привозять Рудого. Ну, і коли Рудеїв стоїв, от я навіть можу зачитати чітко з матеріалів справи. Що він говорить? «На етапі досудового слідства на мене чинився тиск. Ніякого замаху на життя Федишіна не було. Підсудний Панасенко не причетний до справи. Замовником злочину був Ананко, про якого я говорив операм та слідчим. Але мене не слухали, казали, що я брешу». Давайте послушаємо зараз, що сказав Олександр Рудой в бесіді з нашим уважаємим експертом Андреем Діденко. «Яким чином Панасенко був причетний до цієї справи? Ніякого відношення немає. Тобто він абсолютно не був причетний, абсолютно не був причетний. А те, що ти знавав, це такий був наш взагалі знайомий Ананко». До цього я можу лише сказати одне, що він постійно розповідав про те, що слідчий змушував його переходити від неї особи на іншу. А коли він йому дійсно розповідав свою правдиву версію, він йому сказав, слідчий, що якщо ти будеш надалі на цьому настоювати, ти підеш як замовник і ти отримаєш довічне позбавлення волі. Рудий сказав, що він на цьому припинив будь-які розмови зі слідчим і він для себе твердо вирішив усі покази давати виключно в суді і розповісти, як було насправді, тому що його просто ніхто не слухав. Внимання на екран. Починається суд. Перший суд. Встає Рудий, встає прокурор, задає запитання. Скажіть, будь ласка, хто замовник вибухав там у Калюха Дежина? І Рудий взагалі всі там відповідає. А нам всі відкривають очі всі з дивови, дивляться на нього і кажуть. А Панасенко? Він заявляє, Панасенко то ні при чому. Я Панасенко говорив. Це все було зроблено спецістом слідчого Шарфора Ман Степановича. Як сам говорив навіть слідчий, Федишина я не можу притягнути. Він ж депутат міської ради, він бізнесмен, у нього багато грошей. І ще, я думаю, напевно, не останній чинник – це був оцей мільйон, який був оголошений за розкриття злочину. Другу особу теж ніби я не можу, тому що там в родині високопоставлена особа. Ну, не можуть вони теж такого зробити. А Панасенко, виходить, він не мав нікого, йому не було кому захистити. І от він просто, як то кажеться, опинився не в тому місці, не в той час. Тетяна, в міліції пытались вибивати з вашого отця показання? Ні, не пытались. На нього довіли морально. В нас заявляли про побиття і залякування не тільки підсудні, чи обвинувачення на той час. Нас свідки вбили по справі. Нас викликали в обоз жінок, які виходили і казали, що їх били. Кто і вбивав? Працівники в обозу? В нас свідок Хорновський, який два рази продавав тротилову шашку, який сам робив вибухівку, проходить свідком по справі. Свідком по справі, який надалі, може щось там робить, але він свідок, розумієте? Віктор, а вас запугивали? Ну, у мене тяжко... Ну, давайте чесно, давайте уже чесно говорити. У мене був серйозний розговор з родственниками погибшого, которые пытались мне навязати мысль, чтобы я отказался і не захищав Ігоря. Более того, я з Києва, а дело було в Житомирі, Ігор Житомирський. Коли жена ко мене приїхала мене нанимати, она сказала, що адвокати Житомира відказуються, тому що вони опасаються і їм угрожають. Людмила, действительно, сем'я давилася? Я первый раз об цьому слышу. Прошло 8 років. Зачем ви сейчас говорите на родственників, убитих горем? Которые 8 років не знают, хто убив їхнього сіна? Хто з вами ввел розговор? Зачем ви об цьому говорите? Коли я тільки вступив в справу, у мене була встреча з братом погибшого. Ми поговорили по-мужски, поняли друг друга, і більше никаких давлений не було. А що, він вам угрожав, що ли, там? Він опасався, що приїхав адвокат з Києва, який за гроші зараз хоче порішати і освободить вбивцю його брата. Понимаєте? Я сказав, що я этим не займаюся, але захищати як захистник я буду всеми доступними. А что делать простому человеку, который столкнулся з цей системою і тепері винужден не жити, а собирати квиточки, формируя своє алиби? Тому що він не знає, що буде через день, через два, через три, і не придуть ли знову за ним і не скажуть, ти убийца. От этого ніхто не застрахован. Нет такого інструмента, який обезпасить людина. Коли людина попадає в жернава правової системи, то тогда вже під чоловіка собираються доказатися. Тобто безвыходна ситуація. Прошу вас. Вот я хотів, аудиторія, ви уловили наскільки одинаково? Одно доказательство, одно доказательство. Там посередник тут. Тут оправдали человека, тот пожизненно. І ви зможете извинити? Але дело прошло, все легальні процедури офіціальні. Дело прошло, пересмотрено Верховним судом. Чоловік, скорей всего, я не знаю всіх обстоятельствах дела, але якщо обвинення це на одному доказательстві, це вже незаконний приговор. Подождіть, що Татьяне робить? Що Татьяне робить? Якщо Верховний суд винес решення не в пользу заявителя, то в Україні нет процедури пересмотра дел. Даже якщо лицо заявляє, що жертва, яку я убила, жива. Все равно процедури пересмотра не существует. Щоби стать жертвами литейского произвола, достаточно просто оказаться не в то время и не в том месте, как это случилось с 20-летним парнем из Днепропетровска, Максимом Орловым. Встречайте, пожалуйста, маму Максима Раису Орлову и правозащитника Сергея Довголя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Максим был приговорен к пожизненному заключению. За що? Ну, считаю, за двойное убийство. Двойное убийство? Да. 21 мая по соседству были убиты соседи, пенсионеры. А 26 числа забрали его, Максима. И мальчика Козлова Сашу, 14-летнего. Почему им не их забрали? Мама Олександра Козлова допомагала працювати на городе этого дня пенсионерам. Они очень бедовали с 14-летним летом Сашей Козловым. И оно допомагало на городе працювати, возможно, за какие-то копейки, а, возможно, за миску супа. Сашу, без любого адвоката, 14 лет лет, терроризировали в милиции. Три дни допитывали. Электрошоком, все бачили. Он приезжал и показывал, что его электрошоком уже... Ну, как? То есть вы говорите, что трое суток 14-летнего Александра пытали в милиции? Не пытали. Его вывозили, привозили назад. Привозили без сопровождения родителей, адвоката, законного представителя? Так. Но этот парень, Саша Козлов, очень маленький на взрыве, но никак не связывался. Такой парень может убить двух взрослых людей. Так. 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 Появляется еще одна фигура, приятелька этого Саши Козлова, 14-летняя девчонка Таня. Без любых адвокатов, без любых правозахистников. Так. И эта девчонка пять раз вопросов, и она начинает говорить, что хлопцы начебто ей рассказали всю целую ночь про свои подвиги. Уявляете? Про свои подвиги. Но пять допитов, и в каждом допите она говорит по-разному. Но Максим відсознался, да? Я сына не видела полгода, меня не допускали до него. Я его, когда, ну, побачила первый раз, то он мне сказал, мама, меня не спрашивали, убивал я, не убивал. Они меня требовали, убивали, били, чтобы я подписи свои поставил. Ну, он поставил год. Не поставил, ни одной подписи не поставил, а кругом подписи стоят. Получается, что, значит, во время следствия несовершеннолетних избивали, а потом их подписи под признательными показаниями подделывали? Да. Да? Так, так. Они заявляли про печеркознавчую экспертизу, и заявляли, что это не их подписи стоят. Но им отмолвали по печеркознавчей экспертизе. Будем так говорить. На каком основании отказывали? Просто отмолвать и все. Без подставок. Без объяснения? Да, без пояснений. Детектор жилья, как мы там просили, все нам отказывали. Значит, а вот в таких ситуациях, кстати, Андрей обязан объяснять причину отказа. Почему они отказывают в проведении экспертизы? Любой отказ об удовлетворении или об отказе удовлетворения Хадатаса должен быть мотивированный. Это мотивация должна быть. И в данном случае была мотивация. Еще здесь очень такой важный аспект, какую роль сыграл адвокат в этом деле. Вот пусть... Вы были адвокатом? Как появился адвокат, например, присутствие Раисы Васильевны. После того, как ее сына затримали, появляется какая-то женщина. Каже, я призначена адвокатом от державы. От державы. Она не даст брехать. Эта женщина начала от державы, но начала требовать платить это, платить это. А потом выявилось, что эта женщина адвокат. Колесная следствия этого же райотдела милиции своими же коллегами направлена как адвокат. Скажите, пожалуйста, мама, адвокат ваша говорила вам о том, что вы имеете право после того, когда приговор пройдет все инстанции в Украине, обратиться на протяжении 6 месяцев в Европейский суд? Писал ваш сын соответственное заявление. А сейчас я понимаю, что пропущены сроки, даже если мы попытаемся с коллегой вам помочь. Ну, никто бы мне не подсказал. Откуда знает человек обычное это? Если я первый раз столкнулась, и мне такой попался адвокат. Значит, Максим будет съесть пожизненно, что ли? Нет, ну почему нужно искать какие-то вновь открывшиеся обстоятельства? В каком сейчас находится состоянии Максим? Погода, вы говорите, мама, я с ним уже не кушать ничего. Его, вы говорите, что с ним сидят, заставляют даже его хоть раз в день покушать. Говорит, так уже все на нервах у него. Друзья, давайте обратим внимание сейчас на экран. По статистике в Украине 1845 людей отбывают пожизненное заключение. Это даже больше, чем в России. И это при том, что Россия превосходит Украину по численности населения в три раза. Скажите, пожалуйста, вот почему такое огромное количество людей получают высшую меру наказания? После того, как отменили смертную казнь, выносить смертные приговоры стало легче. Морально легче самим суддям. Виктор. После вырука про довечное избавление воли Игоря, десь через неделю, через два я пришел отримать копию для оскаржения. И встретил на улице перед судом одного из суддей, который был в коллегии, который подписывал этот вырук. И я ему говорю, почему вы так сделали? Вы же знаете, что Игорь не делал этого злочину. И вот вдумайтесь, не дай Бог, чтобы наши суды так судили. Что он ответил? Если бы мы принесли виправдовательный вырук, Верховный суд все равно бы скасировал. А обвинувательный, возможно, остается в силе. Вот в чем есть эта статистика. Это страшно. Игорь, вот после того, как вы доказали свою невиновность с помощью адвоката и вышли на свободу, кто-нибудь ответил за эту ошибку, за то, что вас посадили незаконно? Кто-то наказан? Еще когда только вынесли оправдательный или должен выноситься, уже должностные лица быстро поменяли области. Зампрокурора перешел в другую, прокурор в другую область. Уже брать не с кого. Хорошо, моральную компенсацию суд ведь присудил. Да. 280 тысяч гривен. Моральную компенсацию вам выплатили? Нет. Как нет? Нет. А когда ее должны выплатить, Виктор? Ну, я помогаю. Деньгами я не занимаюсь. Нет. Это уже... Нет, хотя бы есть гарантия того, что компенсацию за моральную ущерб выплатят? Да. Ну, там есть свои процедуры. Очень много решений судов не выполняется. В Украине сложные проблемы бюджета и так далее. Это все тянется, затягивается на долгие годы. То есть гарантия того, что Игорь получит эти 280 тысяч гривен, минимальная? Нет, он получит. Рано или поздно он получит. Замечательно, отлично. Но через 5 лет, или через 3, или через 10. Но, конечно же, гораздо больнее, чем все эти компенсации. В свои мучения, наверное, был другой, Игорь, да? Потому что ведь ваша мама не пережила этого приговора. Наши обык за время этого умерли у него и меня в последний день. После провозглашения приговора сразу оправдательного на следующий день. Аж так что с мамой произошло? Тяжело. Возраст, психологическое состояние не выдерживает организм. Посмотрите на маму, которая плачет почти всю программу. А жена, почему ваша не хочет с журналистами общаться сейчас? Она не хочет ворошить вот это все, понимаете? Для нее это воспоминание каждое, это для нее очередной нервный срыв. И вы знаете, очень много людей пускают руки просто. Вот вы послушайте, как тяжело. Я адвокат. Я, Игорь сказал, 3-5 месяцев. Он сидел 2 года... Ну, это общий со следствием всего и под судами. Значит, я выступил в судебных дебатах. Я его адвокат, я прошел с ним весь путь. Даже я, профессиональный адвокат, я боялся прийти на провозглашение приговора. И я дрогнул. Вот почему он обиделся в этот момент. Это было очень тяжело психологически. Где-то моральный даже был у нас конфликт. Он подумал, что я от него отказался. Но, конечно, я свою работу выполнил. Знаете, что, Леша, можно я скажу? Да, конечно. Я хотела бы сказать маме, что, мама, вы должны держаться. Кроме вас, за это никто не будет вообще браться. Кроме вас, ваш сын никому не нужен. Пока вы будете держать, пока вы будете пытаться что-то сделать. То же самое, да, и вам, и вашей маме. Что никто другой не будет этого делать. Поэтому нужно держаться, нужно бороться до последнего, как возможно. Сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на экран, друзья. Это говорит Украина. Спасибо, что вы с нами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.